Ковровская администрация ответила на вопросы муниципального поисково-спасательного отряда. Чиновники признали, что есть и дефицит кадров, и не совсем правильный график работы и зарплаты. Хотелось бы побольше. Но в целом, цитата, пока что угрозы того, что отряд перестанет существовать, нет. В основном в отряде работают серьезные и порядочные люди, понимающие сложившуюся ситуацию. Напомним, о недовольстве ПСО Коврова шестой канал рассказывал на минувшей неделе. Тогда один из сотрудников, автор паблика «Заметки спасателя» Михаил Быков поведал, что отряд состоит из семи человек, а должен из тринадцати. И в целом указал на все недостатки работы, в том числе о размере заработной платы. К слову, в ответе муниципалитета этот ответ был самым первым. Повышение заработной платы спасателей поисково-спасательного отряда проводилось в 2023 году два раза. В 2024 году также было повышение заработной платы с 1 января того же года. Что касается заработной платы спасателя при приеме на службу, то да, она действительно низкая. Конечно, не 18 тысяч, а 22 тысячи 600, но действительно низкая. Дело в том, что заработная плата спасателя зависит от его стажа работы и классной квалификации. В целом, для получения классности спасатель должен владеть как минимум пятью специальностями. И обучение этому обеспечивает учреждение в первый месяц работы. В среднем, как указывают чиновники, спасатель получает 515 тысяч рублей в год. То есть примерно 42 900 за месяц. Что, по их данным, соответствует средним доходам по аналогичным специальностям в других, в том числе и федеральных ведомствах. Спасатели постоянно рискуют своими жизнями, ликвидируют чрезвычайные ситуации, а получают в районе 40 тысяч рублей. Официальных данных у Владимирского Росстата по зарплатам спасателей нет. Однако среднемесячную номинальную начисленную заработную плату по области посмотреть можно. В период с января по март 2024 года она составила более 57 тысяч рублей. По отдельным муниципальным образованиям за март этого года ситуация следующая. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации без учета субъектов малого предпринимательства по муниципальным образованиям, имеющим статус городского округа и муниципального района. Город Владимир 68 тысяч 893 рубля. Город Гусь-Хрустальный 60 тысяч 607 рублей. Город Ковров 67 тысяч 116 рублей. Таким образом, зарплата все равно не дотягивает до официальных средних значений. Причем тысяч на 20. А ведь нередко чиновники разного уровня подобной статистикой оперируют, говоря о достижениях в экономике. Другое дело, что реальность с данными экспертов не всегда совпадает. Так могут ли ковровские власти настолько поднять вознаграждение спасателя? Вопрос скорее риторический. Чиновники ответили также и на претензию о выполнении различных мелких поручений. Спасатели рассказывали, что им вменяют работу по спиливанию деревьев и кустов. Муниципалитет пояснил, что подобные ситуации нужно оперативно ликвидировать, а не дожидаться, пока кто-то пострадает. Но если с растениями все более-менее понятно, то как насчет работ по снятию рекламных объявлений? Что касается загрузки спасателей так называемыми мелкими коммунальными поручениями, то все эти поручения так или иначе связаны с обеспечением безопасности. А что касается уборки рекламных объявлений и баннеров, то этим занимаются не только спасатели, но и вообще все сотрудники как администрации города, так и всех муниципальных учреждений и предприятий города. Если мы не обеспечим надлежащее состояние территории города, то кто это еще сделает? Исходя из логики этого ответа, снимать рекламу со столбов должны не только спасатели, но и сотрудники Ковровской администрации, работающие, например, с документами, бухгалтеры и кадровики. Звучит, конечно, странно. Так или иначе, чиновники Коврова заверили, что понимают всю серьезность сложившейся ситуации и работают над тем, чтобы не допустить ухода всех спасателей отряда. Однако о конкретных мерах поддержки нам не сообщили. Мы продолжим следить за ситуацией.